Само ощущение, что вообще это хер знание. Мы-то какие-то лазили с коляской. Мы с коляской туда пойдем. Ты меня сюда привезла. Здесь очень красиво. Всем привет. Меня зовут Лида. Вы на канале Лидия Лайфлог. Канал жизни в Испании. На севере Испании. Кантабрио Сантандер. У нас в самом разгаре зима. Тут уже подходит. Хотя, по сути говоря, по испанскому календарю зима еще не наступила. Почему? Потому что она наступает только через несколько дней. Вот. Но мы уже немножечко мерзнем. Видно, по-моему, красному носу. Вот. Мы немножко мерзнем. Сегодня у нас погода подпортилась чуть-чуть. У нас прохладненько. Вчера было вообще утром 3 градуса. Сегодня чуть-чуть теплее. Уже 8-10 градусов. Но ветер дует. Ветер прохладный. Потому что у нас в горах очень много снега. Вот. И нас ожидает завтра дождь. Вот такая сводка. Метеосводка. Вот у меня. С вами была Лида. Мы вышли погулять. У нас очень много хороших новостей, с которыми с вами хочется поделиться. Как я сказала, что это своего положения. Я стараюсь снимать чаще влоги, но не получается, потому что всегда получается выходить в те места, в которые хочется. Это довольно-таки сложно. Особенно для меня сейчас в моем положении. Но я стараюсь. Так что давайте перейдем к интересным новостям всего дня. Из новостей. Как я уже сказала, что у нас очень холодно. Сейчас такое ощущение, что хотя на градуснике 10 градусов, но ощущение, что у нас, ну я не знаю, всего лишь 2 градуса. Может, даже меньше. Может, это мне так кажется. Ветер прохладный. У нас уже многие, кстати говоря, съездили на снег. Ездят у нас в сторону Рейносы. Кто в Фото съездит. Но в Фотосе, по-моему, еще снег не выпал. А в Рейносе как раз-таки уже выпал. И там довольно-таки много снега. И на горнолыжном курорте Альтакампа уже можно покататься на саночках, на лыжах и на много-много чем еще. Но мы переходим к новостям нашей семьи. Я пока еще, как видно, что не родила. Поза житель на месте. Вот. Из новостей. Находясь в эмиграции, уезжая в другую страну, понятно, что очень много чего мы переживаем сложного. Мы уезжаем от родных, от своего родного города, от своей родной семьи. Мы со многим прощаемся. Много приходится к чему привыкать заново. Адаптация, языковой барьер, привыкание к новым порядкам, к новым правилам. Ты строишь свою жизнь, читай заново, снова с чистого листа. И что в этой ситуации всегда нас радует? Как думаете? В моем случае это приезд родителей. Да, да, ребята, впервые за 7 лет. Мы здесь находимся уже почти 7 лет. Как мы уехали из нашего родного города, уехали сюда в Испанию. И наконец-то забылось в нашей жизни счастье. К нам приехали родители. Мои родители, моя мама и папа. Они выбрались. Довольно-таки сложно было выбираться, потому что живут они в Донецке. У них очень сложная была дорога. Я расскажу об этом поподробнее. Вот, они приехали. Приехали они к нам пока на 3 месяца. Мы активно агитируем для того, чтобы они остались. Вот. Основные все вопросы. Я, конечно же, отвечу в этом видео на все вопросы. Вот, расскажу все. Для нас сейчас такой интересный период, потому что раз, я беременна. Два, подходит очень много праздников. И испанских, и наших. Приехали родители. Рождение малышки. И времяпровождение вместе. В общем, у нас сейчас потрясающий классный период, который мы хочется с вами поделиться. Это новость номер раз. Которую поделюсь. Новость номер два. В моей жизни сбылась цель. И исполнилась моя мечта. На моем канале, наконец-то, тысяча подписчиков. Это действительно очень круто. Спасибо вам всем, кто на меня подписывается. Кто на меня подписался. Кто со мной уже очень давно. Спасибо, ребята, что смотрите меня. Что ставите лайки, комментируйте, поддерживайте. Это действительно очень приятно и классно, когда у тебя есть такая публика. И она растет. И всем нравится то, что ты делаешь. Как ты это снимаешь и как ты это делаешь. Потому что это круто. И когда увидела первую тысячу подписчиков, я была настолько рада. У меня переполняли эмоции. У меня слов не было, чтобы описать это. Когда ты представляешь, что рано или поздно это будет. И когда это уже случается, ты не можешь держать эмоции в себе. И не можешь передать это словам, насколько это круто. Так что спасибо вам всем большое, что вы здесь, что вы со мной. И вас становится все больше. У нас сейчас пока график и распорядок дня довольно-таки простой. Потому что мы ждем, пока Каролина доучится. Ей осталось очень несколько дней доучиться. И начинаются у нее рождественские и новогодние каникулы. Которые продлятся с 25 декабря до 8 января. Нас ждет католическое Рождество, Новый год, наше Рождество. Которое у Суасово называется Праздник Трех Королей. В общем, очень много праздников. В этот период, возможно, у нас появится новый член семьи. Возможно, и нет пока еще. В общем, будем смотреть. Это зависит от позажителя, когда она решит появиться. И мы сегодня с мамой отвели Каролину в колледж. И выехали погулять в прекрасное место. Наше любимое место Сординера. Это одна из достопримечательностей нашего города. Куда обязательно стоит поехать, если вы впервые приехали в Испанию и в Катабрию, в Сантандер. Таких мест у нас очень много, в принципе. Которые в Сантандере можно посмотреть. И нужно. В каждом видео я рассказываю все новые и новые. Там-то набережная, Магдалена, разнообразные парки. Вот и Сординера. Это одна из достопримечательностей, которую обязательно нужно посмотреть. Поэтому мы ходим гуляем. Общаемся с вами. Что говоря, возвращаясь к вопросу приезда моих родителей, моя мама уже была в Испании, приезжала, когда Каролине было полтора года. Это было пять лет назад. Она приезжала, и мы с ней гуляя сейчас. Она узнает некоторые места, где мы гуляли. Потому что мы тогда, на тот момент жили в Торловеге, когда она приезжала. Но все равно в Сантандер приезжали и в некоторых местах гуляли. Сейчас у нее возвращается память. Она вспоминает те места, в которых мы были. Мы сейчас находимся на линии Сординера. Это Сады Пике. Здесь, сзади меня, там находится кафешка Сьен Монтагита. Сказать, я говорю, очень хорошая кафешка. Демократичные, дешевые цены, вкусная продукция. У них очень много разных предложений и акций бывает. Допустим, у них в среду и в воскресенье у них все меню по евро, по-моему. Там бутерброды особенные и так далее. Ну и вкусно все, большой выбор. Так что обязательно зайдите. Очень хорошее заведение. Это не реклама, это совет от меня. И мы там как-то, это было как раз таки лето, заходили, обедали. Сейчас у нас утро. Ранее мы просто гуляем, просто наслаждаемся. У нас пока такие разгоночные дни. Мы просто ходим, гуляем, осматриваемся. А уже конкретно исследовать территорию будем, когда будем все в сборе. У Каролины начнутся каникулы. Когда мой папа придет в себя после дороги. Мы будем все вместе ходить гулять. Понятно, что если я до этого времени не рожу, то буду для вас по максимуму снимать.